Девушки отдыхают Это случилось в воскресенье. В понедельник у Васи в школе должна была быть итоговая контрольная по английскому. Родные мальчика уверены, что в его смерти виновата учительница иностранного языка. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы выясним, кто или что заставило ребенка набросить себе петлю на шею. Об этом говорит Украина, об этом мы говорим сегодня мы. Здравствуйте, я Алексей Суханов. Сегодня впервые на телевидении и здесь на канале Украина, в ток-шоу «Говорит Украина» мы собрали героев этой шокирующей истории. Здесь в студии мама Васи и его родная тетя. Прежде всего примите наши соболезнования. Не спасибо. Вы действительно уверены в том, что Вася погиб из-за того, что не хотел, боялся этой контрольной по английскому? Он не самой контрольной боялся. Он боялся учительки английской мовы. Почему он ее боялся? Потому что она постоянно его приниживала, обзывала дебилом, ледацюгою. Вы это сами слышали? Нет, это сказал он и другие дети мне рассказывали. Это было неодноразово. Был даже такой случай, что она на него кричала на английской мове. Ему даже очень зло стало. Вызывали швидку до школы и его забрали с нервовым взрывом. Что вы предприняли после этого? Его я до лекарей повела. Мы почти месяц принимали успокоительные все время таблетки. И мне рекомендовали ему перед уроком давать с собой таблетку, чтобы он перед уроком ее выпивал. Это касалось только английского языка? Только английского. На другие уроки он ишел за любки. Он любил. Ну и английский он учил. Но он боялся очень учительки английского, потому что она приниживала. Даже если он все выучил, она все одно его сказала. «Ты лид отсюда! Ты не довчил! Ты то погано! Ты то не так!» А это происходило при всех? При всех, да. Это постоянно. Это постоянно при всех. Ань, что вы хотели сказать? Значит, первое, я хочу обратиться ко всем родителям. По тем делам, где есть уже приговора и доказана вина учителя в доведении до самоубийства, к сожалению, всплывают такие факты, что дети очень долгое время не рассказывают родителям о том, что происходит, и родители вовремя не могут принять меры. Поэтому я хочу обратиться к родителям, чтобы они обязательно сами ходили, общались со всеми учителями. Учитель сам должен понимать, что за родитель, и что родитель этот может доставить неприятности и хлопоты, если что-то будет не так. Надо ходить к заучу, к директору, чтобы вас знали, что вот есть за этим ребенком такой родитель. И надо обязательно общаться с одноклассниками. Одноклассники всегда расскажут то, что стесняется сказать ребенок. Мы еще поговорим, конечно, о том, как это все происходило в школе, и как на это реагировала директор школы. Давайте вспомним, я понимаю, что вам это очень сложно. Давайте вспомним тот день, то воскресенье, когда Васе не стало, Вася погиб ваш. Как он повесился? Мы сранку были дома, он игрался с молодшим братом, помогал мне, приходил его в этот день. Он помогал ему по хозяйству прибирать в хлеве. То есть было все очень спокойно, ничего не предвещало беды? Да, ничего, я ничего не подумала. Мы даже сели за уроки с ним, он сделал математику, украинскую мову. А потом, в английском, он ничего не сказал мне, что что делать, или что. Он сказал, мама, можно я пойду до кольки, трошки пограюсь, а потом я остальное дороблю. То есть он оттягивал этот момент, несмотря на то, что в понедельник у них была важная контрольная работа. Да, да. И он, как выходил уже из дверей, он сказал, видишь, мама, мы писали заявку, обещали, что изменять вчителя, а так и не изменили. И он пошел на дверь. Это были его последние слова при жизни? Так, так, это были последние его слова, которые я слышала. И он пошел, я была с малым в доме, потом я сидю, думаю, ну чего он иду, где уроки дальше учить. Я включила телефон, начала его набирать, где же он, сколько. А это он не понимал, я вышла в веранду, я чую, ну десь порядок, телефон звонит, звонит, чую. Потом вышла на дверь, думаю, все, значит, за веранду. Я до него так иду, и я думала, он стоит, я думала, он просто стоит там. Я говорю, сынок, что ты не берешь трубку, не дашь, ладно, я же переживаю. А он мучает, я говорю, батюшка, что ты не дашь, ты мне? А он мучает. Я подошла, я говорю, я подошла, вы понимаете, там, он майже, так вот земли чуть-чуть было, так. И он майже стоял, я не совсем поняла, что он, что он не живый, что он везет. Вы стали звать на помощь? Я стала кричать, Вася, Вася, Вася. Прибегла соседка, и она помогла мне его снять. Я его начала сразу же точно дыхание робить, массаж в сердце, я не знаю, сколько я робила, я робила, робила. Мне все казалось, что он сейчас начинает дыхать, начинает встать. Но он не встал. А потом я начала телефоновать в милицию. Я набрала телефоны, и почти все, какие у меня есть. Я уже не помню, кому первым я дозвонилась. Да кто-то приехал в милицию, врачи приехали вообще? Они приехали, сказали, что уже очень поздно ему что сделать, уже мы ничего ему не сделаем. Давайте обратим внимание сейчас на место трагедии. Будьте добры, внимание на экран. Вот то место, где, собственно, повесился Вася. Ребенок выбрал совершенно не заброшенное место. Это ни лес, ни пустырь, ни какой-то там, я не знаю, угол темный. И он, очевидно, понимал, что его найдут быстро, и, возможно, он, может быть, даже надеялся на какую-то помощь. Вот о чем вот это все говорит? Это на самом деле призыв, да? То есть обратите на меня внимание. И место, где это все осуществлено, да, оно именно таково, что у ребенка был расчет, скорее всего, на то, что его увидят. И спасут. И спасут. И поскольку у детей действительно не существует понимания последствия, да, вот это вот то, о чем идет речь, что ребенок может совершать действие, ему говорят, что не делай так, это больно, это плохо, от этого можно умереть. Но у него нет социального опыта, он не понимает, что это такое. Я вам скажу, что первое, это действительно в таком возрасте одной из основных причин суицидов у детей, к сожалению, являются конфликты с учителями. И в Украине это случается нередко. Вот просто представьте, до какой степени надо довести ребенка в школе, чтобы ему не хотелось жить. Это первое. Второе. Второе. Ребенок в таком возрасте не в полной мере осознает, что такое уход из жизни, поэтому тот ужас, который испытывает взрослый человек в этом процессе, ребенок его не испытывал. Но надо обязательно говорить о том, что почему-то школа как закрытый социум построена так, что школа – это центр вселенной и центр жизни. И детей, к сожалению, и соседи, и родители, и учителя, и одноклассники ориентируют на то, что весь его мир – это его оценка. И даже если родители на это лояльно смотрят, его за это будут осуждать в школе. Учителя ставят клеймо на ребенка за его оценки. Я думаю, что все мы внесем огромный вклад в жизнь наших детей, если мы перестанем делать из школы культ. Давайте сейчас попробуем все-таки разобраться, что же произошло с Васей. Вы сказали, что директор знал, что у Васи и учительницы очень плохие отношения. И директор даже обещал уволить эту учительницу. Она не уволит, она… Разумеете? Замените другую. Первое, это произошло в зиму, и он сказал, что «Мама, я не хочу на английском ходить, я лучше повисюсь». То есть, подождите, он Вам раньше говорил об этом? Так, так. Легче повиситься, чем идти к этой учительнике. Легче, говорит мне. То есть, он говорил об этом? Да, да. Мы сказали, сыночка, нельзя так сказать. Я сказала, не надо. Ты живешь для того, чтобы жить, для того, чтобы у тебя дети были. Я же тебя родила, я же тебя очень люблю, зайчик. Ты должен жить. Внимание на экран. Он по пятницам, ну, не завжди, по пятницам сказал, что он повисится, а в понеделок не прийде в школу, потому что в понеделок английский. В пятницу, на последнем уроке, я забыла физкультуру, и он забыл физкультуру. Мы сидим на таких плитах. Он рассказывает, что я учу, что мы как раз по-английски говорили, поганые оценки у нас были. Он говорит, что я учу, 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 что я не могу. И так, собственно, он сказал, я або ей повисую, або сам повисуюсь. И на другой же день, на другой же день, после того, как он сказал, были у нас, так получилось, загальные школьные сборы. И я пошла, и после этих батьковских сборов я подошла к директора школы. Так, и рассказали ей все. Рассказала все. Так и так, Голлана Васильевна, або вы что-то будете в деде, если измените вчителя, або я его заберу в другую школу. Мне не скажу ей, куда его забрать. Вона мне сказала, Леся, у нас есть другая учителька, если будет коллективная заявка, мы ее изменим. Не забирай такого хорошего парня из школы. И, понимаете, она мне пообещала. Я стала ходить по батькам с заявкой. Мы написали заявку. Так, то есть оно есть, это заявление, да? Так, так, мы написали заявку, подписали 7 батьков из класса. Я отнесла Олене Васильевне, и она пообещала, что она отвезет в район, и это рассмотрит, и нам изменят учителя. Но меры не были приняты. Да, не было. А сколько времени прошло? Ну, это же было в лютому месяце, 14 лютого. Ого, 4 месяца прошло уж. Так, так, и все не было ответов. Все не было ответов. А Васенька, а Вася все надеялся, что поменяет учителя. Ну, вот мы сегодня приглашали директора школы Елену Васильевну в эту студию. Мы ее убеждали, что действительно нужно, нужно прийти и обсудить, и прийти к какому-то пониманию этой ситуации. Потому что, ну, куда же это годится-то, когда дети вешаются в собственных дворах? Это же все чудовищно. Не пришла Елена Васильевна к нам в студию, но хотя бы не отказала нам интервью. Вот, что она сказала о Васе. Внимание на экран. В школе это было, наоборот, позитивная дитина, и завжди рухливый хлопчик, завжди позитивно налаштованный, и с посмешкой, гулявся и с детьми постоянно. Наверное, в последние дни он также был веселой дитиною, понимаете? Ну, вот смотрите, она считает Васю таким приличным, примерным учеником. Так, так, все его очень хвалили. Мне даже говорили, как он уже помер в учителе, что они между собой его называли интеллигентом, потому что они не могли подобрать на него другого слова. Кажут, что он очень выхованный хлопчик, завжди на любой вопрос даст ответ. Нет, всегда кажут, не было в нас такого же хлопчика, чтобы сперва, по шестому классу, ни разу, что и по школе не прибегли. А учительница английского его дебилом называла Васю приятелю? Да, да, да. Вот, что нам сказала директор школы относительно учительницы английского. Внимание на экран. Учитель английской молодости, она, Валентина, працюет в нашей школе 30 лет. Вона вымоглива, конечно, понимаете, но у меня нет скарг от детей про то, что вона высловывалась некорректно в их адресу. Понимаете? Конечно, вымогливость ее проявляется в том, что, ну, конечно, оценки с английской мовы достаточно низкие у детей, понимаете? И есть группа детей, которые за первый семестр имеют начальный уровень учебного достижения. Дети говорят, что она очень на него в тот день кричала, топала ножкой біля него, и даже, как она даже, как она пришла от него, сказала, что ты ***. Да ладно, так? Так, так, дети говорят, дети говорят, так. Даже батьки детей сказали, что пришел хлопчик здесь в школу и сказал, что воно даже мотом... Скажите, а у вас, простите, как же она работает до сих пор? Почему ее не уволили? 30 лет работает, вот директор сказала. Но директор имеет право уволить. Почему она ждет из района? Слушай, а давайте вот сейчас директору все-таки попробуем позвонить. Не приехала она к нам в студию, давайте, может, по телефону дозвонимся до Елены Васильевны-то. Набирайте, пожалуйста, нам номер телефона. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Елена Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вот ток-шоу «Говорит Украина» на связи. Меня зовут Алексей Суханов. Уделите, пожалуйста, несколько минут нам. Елена Васильевна, пожалуйста, лишь один вопрос. Пожалуйста, один вопрос. Елена Васильевна, один вопрос, я вас умоляю, потому что это очень важно. Пожалуйста, один вопрос. Почему... В суд надо подавать, и на полном серьезе. Директора тоже увольняют. И директора тоже увольняют. Я просто хотел задать один вопрос. Почему не сменили учительницу английского? Вот и все. Никаких... Она должна была это сделать. Это ее функция. Контролировать, конечно. Так само пообещала, а там отложила и забыла. И все. Это говорит Украина. Далее вы узнаете, почему директор не пустила школьников на похороны к Васе. Ну, слушайте, ну вот сейчас, если нас смотрят мамы, папы тех детишек, которые сейчас подвергаются такой же травле, что им делать? В какие двери стучатся, если действительно пишешь, собираешь коллективное заявление, несешь директору школы, который обязан, обязан просто реагировать на это. Потому что это работа директора школы. А он откладывает в сторону, и все, и все замечательно проходит, и вот тебе на, и ребенка нет. Вот этого потрясающего, вот конкретного потрясающего, смотрите, вот этого потрясающего малыша больше нет. Потому что одна директриса не исполнила свои обязанности. И сейчас не берет трубку даже. Честно. Что делать конкретно родителям, чтобы вот эти вот малыши, они жили, жили и были счастливыми? Первое, что нужно сделать, нужно делать копию этого заявления, и подавать его такое же заявление нужно отправлять сразу в Рейно. И такую же копию нужно сразу отправлять в прокуратуру. Дело в том, что на сегодняшний день действует огромное количество нормативных документов, в том числе и связанных с профилактикой, предупреждением суицидального поведения. Значит, что должно быть написано в этом письме? В этом письме, в этом заявлении должны быть указаны конкретно вот факты, те, о которых рассказывает мама Васи, да, о том, что оказывается давление на ребенка, о том, что над детьми издеваются, о том, что не предпринимаются никакие, то есть какие-то простые шаги, да, разговор с учителем, разговор с директором, они не приносят очевидных результатов. Ребенок находится в состоянии стресса бесконечного. Это должно быть указано в заявлении. Более того, я вам скажу из примера собственной жизни и собственной дочери. Моей дочери, когда она училась в пятом классе, учительница английского языка, к сожалению, это, видимо, какая-то тенденция, тоже вот каким-то образом на нее влияла. И мой ребенок стал прогуливать школу. Я перевела ребенка в другую школу. И, к счастью, моя дочь выросла. Но вы видите, вы жили в городе, где действительно есть выбор. А здесь ощущение бесправности, что у родителей и у ребенка оказался в такой же неразрешимой своими силами ситуации. Я хочу сказать, что здесь прозвучал очень правильный и ключевой совет, что помимо району надо обязательно дублировать это заявление в прокуратуру. Потому что району тоже заинтересована в том, чтобы укрывать эту информацию. Да, но вы эту учительницу как-то странно боятся там у вас. Вы же говорили нам, да? А скажите, у вас классно группы по английскому делился, или это один учитель, и больше нет альтернативы? Есть учитель. Учитель у нас есть еще. Вообще в школе еще есть один учитель английской мовы. Вона читает, выкладывает английскую мову в молодших классах. И нам обещали этого учителя поставить, заменить. Понимаете? Если бы не было учителя, я бы сразу забрала и все. Скажите, пожалуйста, вот все-таки возвращаюсь к своему вопросу. Врачи подтвердили бы вам все-таки действительно? Врачи подтвердили бы, что в детстве не скрывался. Значит, вот что нам сказали врачи по поводу состояния, Вася. Внимание на экран. Был випадок, дитина, мама привела дитину, говорила, что дитина была, ну, трошки взволнована дитина была. Ну, ему дали заспокину, мама пояснила, что проблема была на уроке. Он трошки посидел и пошел. Ну, мама говорила, что это был урок английской мовы. Потому что я знаю, что как-то странным образом все-таки эту учительницу у вас там очень многие боятся. Боятся, потому что она неадекватна, она совсем неадекватна. Она ни с кем в диківке не спілкуется, совсем ни с кем. У нас с соседями постоянно сварится, бьются. Давайте посмотрим, что говорили об этой учительнице нам. Внимание на экран. Ну, ничего хорошего про нее сказать не могу. Потому что из-за нее я своих детей забрала из школы. Просто из-за нее мои дети не хотели идти на уроки. Когда мы с ней по-нормальному общались, значит, дети нормально учились. А только мы поскандалили за какой-то эпохой, все за землю получается. За межи, то еще что-то. Значит, и дети тогда дебилами остались. Просто межи. Она все виделяет межи, потому что у нее мало земли. Кажу, на том свете хватит земли. Они ее боялись. Я отвервала детей, меншу з п'ятого класса, а старшого з восьмого. Это получается от себя. Да, обзивала старшего и дебилом. А за что? Просто так? Просто так. Это такая человек, что она до спілкувания, ну, не можно с ней спілкуваться. Она сразу мать-перемать и все. Она занижила в моем оценке. Она все время хотела ему прискипиться до чего-то. Ну, он все выполняет, но она все равно что-то придумает. Воно так только до него, или до всех? Ну, самое большее до него и до всех тоже. Она в него цеплялась за каждый неправильный рух. Она до всех цеплялась. Наши батьки тоже к ней навчалися. Моя мама, тетка моя навчалася. И она до всех так придиралась. Это не только до нас. Нужно было еще после первого раза, когда ребенок попал в больницу, сразу же писать отказ, чтобы ребенок занимался английским языком. Сразу же отказ писать в районодиректору. А вот после того... Ну, хорошо. Ну, а вот сейчас то, что мы увидели, как бы директор школы даже отказалась в комментарии. Взрослый человек не отвечает за поступки, которые случаются в ее школе. Ее нужно в больнице. Я ведь ей на самом деле хотел еще один очень важный вопрос задать. Не только почему она не выполнила своих непосредственных обязанностей и не заменила учителя английского языка и вот довела ребенка до самоубийства. Мне очень интересно было узнать, почему она не отпустила всех одноклассников Васи на похорон, для того, чтобы ребятки просили с ним. Был запрет на похороны? Да. А чем это мотивировалось? Спочатку нам сказали, что все дети, вся школа будет на похоронах. Но когда уже день похорон, мы ждали, что придут дети. Пришли только те дети, которых забрали батьки, або они отпустили в тот день в школу. Потому что сказали, директор собрала линейку, закрыла двери и не пустила детей. Дети плакали, просилися и в них не пустили на похоронах. Их даже не выпустили из школы. Я вот сейчас слушаю. У меня такое ощущение, что мы в какой-то туземной стране. Женщина живет одна. Воспитывала ребенка. Она молилась на него. Почему эти две женщины, вот меня удивляют, мы на передаче, она смотрит сейчас столько миллионов, неужели нет никакого права, потому что мы-то все понимаем, что произошло. И понимают это женщины. А доказать фактически, да, нужно написать бумагу. Мы можем рассказать, что должны делать родители, чтобы спасти от таких монстров. Потому что есть педагоги, когда, да, унижают человека. Например, когда вот я воспитывался в интернате, да, у нас часто было в муз-интернате. И вы понимаете, и часто что-то пропадало, и все думали, что это я. Понимаете, да, цыган, потому что цыганофобия, это тяжело пережить. Ты изгой становишься. Но так как я был всегда сильный, я находил способы, как доказать и найти вора. А ведь вот сейчас-то повзрослев, помудрев, я знаю, что вы приходите в школу и как-то находитесь общий язык. Я накажу так, что мой сын теперь учится в этой школе. Когда приходит мама, мама, мама тоже бывает приходит в слезах. Я говорю, что такое? Вот сказали, что цыган, вот там я услышала. Я прихожу, говорю, как вас зовут? Да, я говорю, еще раз, если я в своем сыне в школе Лысенко услышу какую-то национальность, говорю, я обещаю вам, что я вас разложу по вертикали, начинаю от прокуратуры и заканчиваю всей этой вертикали. Все как шелкало. Что могут эти женщины доказать, если ей только что позвонил Алексей Суханов с программой «Говорит Украина» и она хватает наглости, вот так вот нам всем здесь ответить. При всех. При всех. Это кошмар вообще. Это туземцы какие-то. Ганнибалы, понимаете? Потому что никто ничего не хочет. Где-то у них есть все учительки, где-то есть все родители собраться. Должны все учителя собраться, должен быть совет. Все вместе написать заявление, все вместе пойти в район. Слушайте, все вместе не будет, не будет, Ирэна, не будет этого, потому что учительницу жутко боятся. Мы сейчас вернемся к этому вопросу, почему это учительницу жутко боятся. Сейчас я приглашу сюда в студию женщину, у которой мы можем об этом поинтересоваться. Но прежде, Аня, что вы хотели сказать? Значит, вы абсолютно не должны думать, что ситуация недоказуема. Во всех делах, где есть доведение до самоубийства учителем, это действительно напрямую доказать невозможно, потому что какой-то промежуток времени между уроками и ситуацией происходит. Но в судебном порядке это все доказывается. И эти люди, осужденные в Украине, есть и не один такой учитель. Поэтому вы должны не сдаваться, идти до конца. Здесь есть ответственность и учителя, и директора школы. И самый большой парадокс по таким делам, что осужденные учителя оказываются заслуженными учителями, учителями с медалью, с 30-летним стажем. То есть это, как правило, те учителя, которых администрация боится даже заподозрить в такой ситуации. Им неловко такого заслуженного учителя увольнять. Не сдавайтесь, это дело доказуемое. Кто и почему боится в селе учительницу английского языка? Давайте узнаем у бабушки Васи. Встречайте, Галина Хоменко. Давайте все-таки разберемся в вопросе, почему все-таки эту учительницу боятся. Галина, ведь вы ее знаете. Ведь вы же в одном селе живете. Знаю, и я до нее ходила. Она ведь ваша ровесница. Да. А вообще, что она за человек такой? Людина, она очень важная. Очень важная людина. Эгоистичная, себя любит. Ну, как понимаете, она говорит, что мы педагоги, а вы кто? Так, так, а вы кто? Мы купили... А я говорю, педагог, имею в виду Бог. Да, педагоги. Что ж там у вас происходит в селе какое-то, действительно, черти что. А вы, как вы думаете, она уже вот осознала свою... Свою вину в гибели у вас нет? Нет. А вы с ней разговаривали об этом? Слушайте, я проходила до школы, я не до неи ходила. Вона налетела на меня. Налетела прямо? Прямо, как коршу налетела, начала кричать на меня. Я не виновата. Бойся Бога. Ты виновата. И еще сама знаешь, кто. А потом еще и посжаловалась, что вроде я на ней налетела. И еще она кричала, ты моей смерти хочешь? А я говорю, нет. Кажу, бачи Бог. Я хочу, чтобы вы жили, жили и жили. В Бога смерти просили. И еще жили. Пока вы наконец-то не поняли, что такое жизнь. И что оно стоит, что-то не стоит. Я ей это в глаза сказала. Я не хочу, я действительно хочу. Хай живет, пока она не поймет. Что ж это за учительница такая? Настоящий монстр, который действительно способен довести ребенка до самоубийства. Мы, кстати, и ее приглашали в студию. Эта учительница английского языка с 30-летним стажем убеждали несколько дней. С ней разговаривали не только редакторы. Наши психологи с ней разговаривали. Ни в какую не согласилась. Но мы с ней все-таки сумели поговорить. Внимание на экран. Я считаю, что я невинна. Я понимаю. Я не знаю причину, в чем. Я была у мамы классным керевником. Я не знаю причину, з якої. По-перше, я не знала, что за моей спиной, про это и где мова. Я про это проведу. За ее спиной. Я узнала тогда, когда до меня приехала милиция. Но я никогда детей не ображаю. Я не позволяю собе. Я говорю, когда я на этих детей смотрю, это не то, что я хочу на камеру сказать. Я правда говорю. Я смотрю, а у меня сидит дочка или сын мой. А может быть, она действительно искренне верит в то, что она никого не обижает. И она тоже ничего не знала. Насправді, я хочу, по-перше, я хочу сказать вам, я очень, действительно, шкодую, что так стало. С назад життя дитяче не повернешь. Но я очень хочу верить, что многие родители обратят внимание на своих детей и начнут действовать радикальнее по отношению к вчителям и к директорам в школах. И я хотела бы сказать за вчителя. Вона действительно может спокойно верить в то, что вона невинна, поскольку вона, ну, занадто велика самооценка подвищена. В селах 30 лет учительского стажа, да, это, скажем так, трон, я не знаю, даёт право на дите корону на голову. Чому не реагировал директор? Потому что есть иерархия. И никто у района, и даже в обл. Ну, да, никто не хочет вот такую свою нагороду відкинути просто и взять когось нового молодого. Но 30 лет работать педагогом с детьми, это насправді тяжело. И я ставлю великое запитание про впригодность таких педагогов насправді. Давайте сейчас узнаем, что же учительница английского языка сказала нам о Васе. Внимание на экран. Я выкладываю английский язык у него с другого класса. С другого по шестому классу. Оценки были завжди хорошие. Зараз у него 8 баллов, постійно он навчался. И взагалі у нас спілкувание проходило на уроке в межах порограммового материала. И он мав и словників, и он мне завжди показывал. Мама ему завжди покупала додатковую литературу. И я завжди ему говорила, что при дитях хвалила, подивите, какие у Васе красивые словники, и я у Васе красивый. Броша, в очи дивится, броша! А на оценки, говорят, высокие ставила. А есть табель у Вас? Есть! У меня дата, будь ласка! Ось, будь ласка! Мы видим, что любви у тебя взрослого, мы видим, что она... Потому что есть неорганичные действия. Ой, смотрите-ка, вот. Значит, английский 7 баллов, видите, да? Единственная семерка из всего табеля. Броша, меня любила, любимый учень, которого дебилом называют. А я не знала, что любимых дебилами называют. Ребенок, как правило, переживает не столько из-за оценки, сколько... Он хочет похвалять родителей. Для кого он эти оценки получает? Для батьки. Для семьи. Ну, я все время хвалила его. Я все время не сказала, чтобы он не правду... То есть вы сейчас хотите сказать, что Вася боялся не оправдать надежды мамы? Совершенно расстроить маму. Я хочу сказать, что иногда бывает такая ситуация, вот, например, в слитных семьях, когда ребенка воспринимают не как отдельное существо, которое должно быть просто здоров и счастлив, да? А как часть нас всех, который должен как-то продвинуть семью. И поэтому, когда ребенка как бы ожидается, что он как-то продвинет семью, это слишком большая ответственность. И тогда на какие-то вещи вот такие он реагирует слишком остро. Вскоре в этой студии появится отчим, который избивал мать Васи и гонялся за ней с топором. Мог ли он спровоцировать самоубийство ребенка? Давайте сейчас посмотрим комнату, в которой, собственно, жил Вася. Внимание на экран, друзья. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это его поличка, на которой все шутки, книжки. И он завжди, это прокуратура, уже тут смотрелась, не так, я уже не трогала. А он завжди охайно все складывал, все в него было складено. Он учил уроки за этим столиком. Он уже маленький для него, но он его очень любил. И он за этим столиком все время учил уроки. Нам закачали в компьютер четыре разные программы из английской мовы. И мы даже подходили к Валентине, мы спросили, какая из этих программ, чи Давидова, чи я, чья программа найкращая. А она сказала, англійську знаю только я. Все программы, то фальш. Можете учить, если хотите, но они вам не пригодятся. Лесь, скажите, пожалуйста, значит, вы покупали любые программы, вы покупали книги для того, чтобы действительно помочь Васе учить, стать действительно состояться в этой жизни. Вы кем его видели? Я его видела тем, кем он сам хотел быть. А кем он хотел быть? Понимаете, для любой матери, чтобы он учился, хотел все. А мне главное, чтобы он человеком был. Он очень хотел быть, как его родный папа, трактористом. Он все время говорил мне, мама, я буду трактористом. До такого маленького, и он уже верится. Думала, его думка изменится. Но нет, он всегда говорил, я хочу быть трактористом. То есть вы его не видели таким супер-мега состоявшимся мужчиной, космонавтом, премьер-министром, дипломатом. Для своих детей, для родины. Я ему учила все. Чтобы у него была родина, дети. Я ему всегда говорила, ты должен жить для родины, для семьи, не для людей. Мне не важно, кем он был, трактористом, не трактористом, кем завгодно, но чтобы он был человеком. Я хочу спросить, расскажите хотя бы немного, вы говорите, чтобы он был похож как папа. А какой папа у него? У него папа, родный папа, его очень добрый. Он спокойный, равноважный, понимаете? Даже если кто-то провокирует, он так встанет рукой в карманы и говорит, ну давай, хочешь ударить меня, бей. Он спокойный, очень, он очень разумный. А я хотела спросить об отношении папы к вам. Как папа к вам относился? Родный его папа. Да, он же продолжает относиться к вам как-то, правильно? Родный его папа очень добрый до меня ставился. Я очень жалкую, что я не с ним. А почему вы расстались? Как такие обстоятельства были, понимаете? У него была другая семья. Он хотел найти, но, понимаете, его молодший сын уже прохал, чтобы он не шел из родины. Подожди, так вы его любовницей были, что ли? Выходит так. И он, получается, предпочел ту семью, ушел к тем детям, заботиться о тех детях, а Вася остался с ним. Но мне недавно сказали, что он жалкувал, он все жалкувал, что он не со мной, что он не с детьми. Он все жил в жизни. Он очень-очень тяжелый. Он перенес смерть Васи. Очень тяжелый. Просто я хочу объяснить. В такой ситуации иногда ребенок, он может чувствовать вот эту ответственность. Если папа предпочитает другую семью или, например, других детей, тогда ребенок внутренне как бы задает себе вопрос. Почему не меня? Почему он выбрал не меня? Может быть, я не такой? Может, мне нужно лучше учиться? Может, мне нужно лучше стать? То есть получается, что сначала у Васи сформировались какие-то такие комплексы, действительно, может быть, отчасти второсортного ребенка, которого, значит, променяли на других. Предпочли другим. Да, предпочли другим. А потом он почувствовал некую такую ответственность, как такой формирующийся мужчина, который не хотел расстраивать свою маму. И все на одно наложилось. Совершенно верно. Такие детки, они как будто раньше взрослеют. Они в буквальном смысле выглядят такими мужчинами маленькими, знаете? Может быть, он поэтому и трактористом-то хотел быть, чтобы как отец родной, а? Он не был на свои 11 лет. Он не рассуждал, он не поводился, как уже взрослый человек. У него дитина замечалась, только когда он гуляет, возьмет машинку, возьмет контакт. Вот там наблюдалась дитина. Скажите, пожалуйста, а зачем Вам такая сильная поддержка была нужна? Вот Ваш настоящий муж, с которым Вы сейчас живете, у Вас какие отношения? Я с тем, что сейчас я не живу с ним. Я тоже с ним. Я разошлась, потому что он никогда меня не поддерживал. Никогда. Так Вы одна сейчас? Так, я живу сама с детьми. Той папа, молодшего сына папу, настолько ведет. Понимаете, так? Мы не сваримся так с ним. Так лучше для... Я так вырисовала, что так лучше для детей, для меня. Так, нет сварок. Он приходит, он тогда трошки играется с ним, как-то общается. И когда мы вместе были, он совсем не общался, не игрался с детьми. Понимаете? Ну... Подождите, Лесь, а вот у Васи был в его жизни такой отец? Чтобы вот либо родной к нему постоянно приходил, либо вот этот отчим с ним как-то общался. Был рядом с ним мужчина. Понимаете? Самый большее, он спілкувался с дедусем. Он майже каждый день до дедуся. До дедуся. Самый ближайший ему человек, это был дедусь. Скажите, а почему Вы не живете вместе со своим вторым мужем? По какой причине? Ну, понимаете, потому что он больше про себя думал, про меня не дбал. Он даже меня обижал. Он мог меня ударить. Детей нет. А как долго Вы так вот скажем, ну вот в таких конфликтах жили? Сколько Вы провели времени вместе? Сколько... Ну, понимаете, всего заголовно, как сказать, майже 8 лет, но мы несколько раз расходились. Скажите, пожалуйста, а вот как у Вас складываются отношения с отчимом? Ну, мне не дужно. Потому что он думает только про себя, про свою семью, про маму. Подожди, ну он Вас бьет? Так, он меня бил неодноразово. И как это, что это были за скандалы такие? Вася это видел? Ну, первый раз, так, он видел все. Какова была его реакция? Он жалил меня, ему дуже шкода было меня. Он плакал, просил, чтобы он меня не бил. Тогда побил до бабушки, чтобы бабушку глупнуть. Ну, он поддерживал меня, он сказал, что не бей мамку, ты не имеешь права ее бить. Спорил с отчимом? Ну, так, он ему сказал так. Ну, пытался Вас защитить. А сколько раз вообще Вася становился свидетелем вот таких вот драк? Ну, один раз видел, как он меня бил, и один раз видел, как он хотел меня зарубать. Как? Прямо зарубить топором? Так, он меня схватил за косы, нагнул, схватил бувсокирку и сказал, я тебя сейчас зарубаю. И Вася это видел в окно. Слушайте, вот это чудовищно, конечно, понимаете, мальчишка совсем еще маленький оказался в какой-то очень жуткой истории. Сначала в его маленькой, но, насколько я понимаю, умненькой голове возникает эта мысль о том, что меня родной батя предал, променял на остальных. Потом, значит, в школе он попадает под жуткий прессинг учителя английского, и никто, по сути, этого малыша защитить не может. Потому что не сломить эту дурацкую, идиотскую, циничную структуру, эту вертикаль. Потом он видит, как над мамкой издеваются. И он вроде готов был бы ее защитить, но он не может противостоять этому насилию. Господи, что... Представляете, как сильно он переживал, учитывая, что вот именно его характеристики, что он чувствовал себя взрослым, чувствовал себя защитником. Я хочу сказать, что часто бывает, если между супругами и между родителями возникают очень напряженные отношения, конфликтные, тогда дети могут сделать что? Они могут создать проблему большую, чем та проблема, которая между родителями, чтобы снять напряжение между ними, в буквальном смысле, понимаете? И отвлечь их от друг от друга, и беда сплачивает, понимаете? Вот просто интересно, что происходит сейчас в ваших отношениях с вашим супругом, как смерть Васи повлияла на эти отношения? Ни как не повлияла. Я его выгнала с двора и все. Как это вы? То есть он продолжает вас бить, что ли? Нет, он не бил. Понимаете? Я не могу его так быстро вырвать от сердца. Я каждый день ходю до его могилки. И один раз, когда я пришла, он мне сказал, что он уже на том свете, где ходит. А как он вообще отреагировал на гибель Васи? Понимаете? Сначала он, как и меня поддерживать, приехал. Ну, потом, даже вот такой случай вам скажу. Мы в втором году поховали Васю в четверг, они святкували день народжения его отец. И? Святкували, видали. Представляете? И он вечером пришел к жене и говорит, на, сынок, скушай за дедушке нездоровье тортика. Он не принял, да, не принял эту дитину. То есть, едва похоронив Васю, он пошел... Так, так, буквально, да, в втором похоронили, в четверг, они уже... Я ему начала говорю, у тебя совесть есть, как? Так можно, люди, никто, дам мне после того. А он сказал, я что там, танцевал? Этот шестиклассник покончил жизнь самоубийством во дворе собственного дома. Как учительница английского довела мальчишку до смерти. Так, что думает обо всей этой истории, об этой трагедии отчим Васи? И он тоже Василий. Встречайте, пожалуйста. Прошу вас. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Василий, а почему вот погиб Васида? Как вы считаете? Ну, я считаю, что только с школой там связан. А вы знали эту историю вообще, о том, как его там издеваются над ним? Знал. Не пробовали сходить в школу и поговорить с учительницей? Мама зверталась, Леся зверталась не раз. А при чем здесь мама-то? Я вам вопрос отзадаю. Вы лично. Ведь с вами-то сколько Вася жил по времени? Лет восемь? Семь. Семь лет. Семь лет? Да, ну, восьмерек. Ну, смотрите. Семь лет ребенок жил с вами. Конечно, он не родной ваш, но, наверное, не безразлично было вам. Не безразлично? Или все-таки наплевать было на него? Нет. Нет? Семь делом занималась мама. Ну, а вы, почему вы не участвовали? Потому что мама ходила, мама написала заявление, но на это заявление никак не отреагировали. Хотелось бы, чтобы пришел в школу мужик, стукнул по столу кулаком и сказал, если вы, курицы, еще раз позволите себе такое отношение к моему приемному сыну, вы, курицы, будете ходить безголовые. Я согласен с этим. Ну, мы ждали, чтобы мир какие-то приймут. Пів року. И до чеколи, так. Ну, вот видите, дождались. Человек, который не уважает свою жену, который хотел на глазах ребенка отрубить, зарубать мать, то как он мог заботиться о чужом ребенке? И Вася себя чувствовал никому не нужным. А что вы смеетесь? Скажите, пожалуйста, вы считаете это смешно, бить свою жену, да? Нет, мне не смешно. При детях гоняться с ней с топором. Вы считаете это смешно? Вы знаете, что ребенку достаточно увидеть этот один раз, чтобы всю оставшуюся жизнь рядом с вами чувствовать напряжение? Потому что для него это означает, что ты можешь это сделать и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Для ребенка мама это все. Это, знаете, весь мир как бы мама. Я думаю, что и этот стресс наложился отпечаток, и своему отцу не нужен, отчему не нужен. Видеть в семье побои, стандарты, плюс школа. Психика детская просто не выдержала и лопнула, понимаете? И все, он не справился с такой нагрузкой. А что, вы мне скажите, будь ласка, я сам не могу на то питание ответить, сам себе. Чего женщина не придерживалась постоянно реальности? Вот это все в голове. Значит, послушай, вот если после этой передачи, я понимаю, о чем я смотрю на тебя, посмотри на меня, видишь? Я уже вижу, что ты такой нос горбинкой, дубинку. Вот если она так уже набралась смелости, чтобы ей кто-то помог в этом, ты ж не туземец. Я уверен, что у тебя еще будут разборки после этой передачи. Ну, говорю, в Кировоградскую область мне не проблема приехать. Если мы просто узнаем, ты позвони сразу, я тебе оставлю телефон. Если надо жить, тебе же перед Богом еще отвечать. На тебе это, если ты ответственность, как мужик. Я за свои поступки ответил. Так о чем ты говоришь? А что вон на? Ты послушай, о чем мы говорим сейчас. Где ты был? Почему ты к педагогу не подошел? Что бы людина не сделала, ни один мужик не имеет такого права поднять на жену руку. Ни один мужик не имеет права. Что бы там не было, я бы там не был. Жалость, что ребенок мог при своем родном отце, который хороший, ребенок мог совершить этот поступок для того, чтобы привлечь внимание отца своего родного, который может защитить мать как женщину, от второго мужчины, с которым она живет, и который над ней издевается. Сейчас очень важно, чтобы и Василий, и Леся поняли другое, как и многие другие родители, что фактически отношения между мужем и женой создают картину мира для детей. Мы упускаем два важных момента. Первое. 12 лет, младший подростковый возраст. Поиск ответа на вопрос, кто я, нужен ли я этому миру. У этого ребенка ответ на вопрос, нужен ли я этому миру, нет. И по сути, причиной этого ответа явилась вот та атмосфера, в которой ребенок жил. Отсутствие семьи, отсутствие доброжелательных отношений, отсутствие доверия. Почему ребенок оказался не в состоянии справиться с проблемой? Ведь есть очень много других детей, которые не поступили так, как Вася. Потому что единственный доверительный человек, который у него был, это его мама. Но мама, мы видим, она очень мягкая женщина, она не может справиться. По сути, она не могла бы ничего решить. Она не была тем значимым взрослым, который мог бы дать ребенку совет мужской. У ребенка не было значимого взрослого. Далее, друзья, самая невероятная, мистическая версия смерти 12-летнего Василия. Все это дальше после рекламы. 12-летний Вася Хоменко среди белого дня повесился во дворе собственного дома. Кто заставил ребенка набросить нашу петлю? Учительница английского, ближайшие родственники или друзья? Все тайны этой жуткой истории сегодня здесь, в ток-шоу «Говорит Украина». В чем выход для других женщин, которые нас сейчас смотрят и, возможно, тоже за ними гоняются там с топором, их бьют на глазах детей? В чем выход для них? Брати дитину и текати своей дитиною в безопасное место. Хай это будет иное место, и в иной области. Я не знаю. Куда текать? Бросить хату? Бросить все. Куда текать? Шукать защиту. Скажите, пожалуйста, а вы вообще сожалеете о смерти Васи? Он просто хотел прожить вот так вот, знаешь. А как у вас складывались отношения ваших родителей с Лесей? Погано. Погано? Лесенька, как они вас называли? Да, по-разному. Все время. Хвойда, ***, курва. По-другому не называли. Прямо так и называли? Так. А почему такое отношение? Не знаю. Я с мамой и балаков скільки раз и кричал. Бывало и так, и так по-разному. Ну, я ж не убью ни маму, ни... Я предлагал Лесе... Лучше побить жену. Не. То раз получилось, так получилось, да. Ну, как раз так. По крайней мере, о двух случаях я вот здесь уже услышал. Один раз так вы побили, а другой раз с топором бегали. Я виноват. Я тысячу пробачень попросил у нее перед всю залу и перед... На всю Украину. Вы знаете, да, если вы будете так продолжать, черный приедет? Так, а иди, и белый, и черный. Я хочу измениться. Ну, оно не все сразу так. Я стараюсь. Скажите, пожалуйста, но вы, тем не менее, сказали Лесе, чтобы она не ходила на кладбище. Почему? Я согласен с тем. Да, я сказал так. Ну, не каждый день. Ну, хочет, хоть он. Я просто сказал. Вы считаете, вот как отец, считаете, что не надо ходить на могилу к своим родным детям? Я просто сказал, хочет, хоть ходи, хочет, не ходи. А вы бы, что, не пошли на ее месте? Пишу. Я сколько раз предлагал с нею пойти. С нею пойти. А что сами не пошли? Пойду и сам. А вы еще не были ни разу? Ничего. Был на похоронах, на 9 дней был. Какие-то, действительно, у вас там странные нравы. Учительница, которая, значит, детей дебилами называет. Значит, вы, запрещающий своей жене ходить на кладбище, пусть и каждый день. Она не просто там ходит на кладбище, она на могилу к своему сыну родному ходит. Я не за это переживаю, что она ходит каждый день. Ну, может сказать, пішли разом. А не дай Бог в голову что-то прийде и покинчит с собой там. Не покинчит, в ней есть дитя. Какая у вас Василия? Я понимаю, что есть дитя. Я бы она мне сказал, что он меня гукает, он меня постоянно гукает. Он меня тоже гукает, он мне тоже родная дитина. Но это не значит, что я сейчас бросаю свою дитину, пью тоже вишу. Ну, ты подивися. Мы разумом понимаем, что мы ничего не сделаем, и мы не вернем дитятку. Я тоже перерываю. Но душа болит, разрывается, вот так рвется душа. Слушайте, Василий, Леся сейчас от вас беремен уже вторым ребенком. А вы всю маму с папой слушаете, сколько вам лет? 33. 33 уже года. Расписку вашим родителям писали, что вас вернем в целости и сохранности. Ну, прям аж стыдно. Я согласен, изменится на... Так он своим поступком уже... Я согласен, поделюсь, что вы не говорите, деяте нужно. Мне кажется, что вы просто... Так, может быть, вы хоть сейчас про прощение попросите? Я тысячу прощений, Леся, прошу тебя. Я виноват. Да хоть встаньте, Василий, да подойдите к жене. Да хоть на колени встаньте. А каяться треба, каяться в душі, а не прощение просить, а завтра мы на пять лет мы кричим. Будь ласка. Я тебе дурь прощаю. Верно. Спасибо. Я понимаю, что то, что сделал Вася, может перевернуть ваши взаимоотношения. И действительно, человек может выздороветь от алкоголизма, Василий. Это я вам говорю. Но, с другой стороны, я, например, вам лично не очень верю. Потому что я хорошо знаю, что алкоголики, они такие двухфазные люди. Знаете, у них то одно, то он пьет-пьет, и он не помнит про то, что он хотел быть честным, хотел любить жену, и вообще хотел... А потом вдруг включается, и вдруг он протрезвел, и начинает понимать и обвинять себя во всех грехах. Так что, как говорится, если вы ее любите, так любите, так делайте что-то, доказывайте. А вы года через три, если он не прекратит, как бы не начнет за три года пить, вот тогда, наверное, сможете сделать какой-то вывод. В любом случае, потерять отношения вы не можете, ваши дети общие. Но, между тем, в селе появляются едва ли не каждый день все новые и новые версии этой страшной трагедии, случившейся с Васей. Ну, вот говорят, что он якобы поругался со своим лучшим другом, и из-за этого совершил суицид. Сегодня мама этого лучшего друга Васиного приехала тоже к нам в студию, Виктория Гриенко. Встречайте, пожалуйста. Виктория, так что же там за история? Почему это стали обвинять вашего сына? Ну, как бы, надо кому-то прикрывать свои зады и шукают крайнего. Они ведь одногодки, да? Они одноклассники, они друзья. Я тут для того, чтобы защитить всех детей, не дай Боже, вот такого, чтобы случалось. Это вообще тихий ужас. Я переживаю, я соболезную лесу. Я переживаю за всех детей. И я не хочу оставаться равнодушной, быть в стороне, того я пришла сюда, того я создала заметку в одноклассниках, чтобы люди оказали внимание и что-то делали, что-то предпринимали, чтобы не было такого горя. Давайте сейчас посмотрим, что сказал ваш сын о Васе и уроках английского. Внимание на экран. Ну, он сразу как-то не боится, а потом она уже боится и ногой оттелепает. Ну, я не... Это он ее так боялся. А что же это все-таки за история, которую приплели вашего-то сына? Ну, насколько я слышала, мне говорили. Я уже сказала, что я в одноклассниках создала заметку. И попросила всех людей не оставаться байдужими, чтобы писали, кто что знает, кто что думает. И буквально 9 травня заходит известный мужчина и обвиняет меня, что я прикрываю, типа, свой зад, почему ты не расскажешь правду, что это твой сын в пятницу, когда они шли домой с Васей, что он его побил, разбил ему телефон, мама, типа, его наругала. Васю. А что, телефон действительно был разбит? Нет, нет, телефон целый был. По документу, что без особых, то есть, целенькие, ни денные царапинки, ничего на телефоне не имеет. То есть, примет не имеет на телефоне. И сделала милиция. И типа, из-за того, мама наругала покойного Васю, и он вот это так и сделал. И из-за этого он, собственно... Да. А мой сын дружил с ним, он переживает. Я просила, чтобы он приехал на передачу, он не может, он очень переживает. Но ведь есть еще какая-то такая, прямо мистическая, насколько я понимаю, версия убийства. А что за кольца носят мальчики в вашем моселе? Что это за кольца, Леся? Это просто Вася. Вася носил мое кольцо. Так. Колись, как мы только сошли с Васей, я купила себе кольцо, такое черненькое, спаси и сохрани. Так. Ну, ему очень понравилось. И он последним временем его все время на правой руке, на оказанном пальце носил. Так. Ну, когда его ховали, на него кольца не было. Мы ведь у вас были в гостях, и вы рассказали о этом кольце. Так. Это какая-то абсолютно мистическая версия. Внимание на экран, друзья. У Васю не было такое колечко мое, черненькое, спаси и сохрани. И вот я все, диток спитала, Васю все время в ньому ходил, то моё колечко, и он его все время носил на цьем пальчику. А как он помер, то кольца мы не нашли. И я бачила у Коли его на мизинце. Он большой, я бачила те кольца у Коли на мизинце. Вы понимаете, они уже были, как он помер. Я не понимаю, как это кольца. И все дети говорят, что у Коли не было у Васи, было такое кольцо, а он его не снимал. Как оказалось, что это кольца у Коли, я не понимаю. Я же говорю, что он только увидит, что я, и он тикает. Я уверена, что он что-то видел, что знал, что он уже тут был, как Вася вышел. Я не знаю, что. Кто это такой Коля? А это Коля, его одноклассник, тоже и сосед. Так, а почему же тогда кольцо, вроде как кольцо Васи теперь на Коли, и почему он скрывает это все? Я не знаю, я ходила до его мамы, и она сказала, что я ему купила. Ничего не понимаю. Ну, я сейчас подумала, если ребенок находился в такой стрессовой ситуации, то чем же он себя компенсировал? То есть, как же он снимался, грубо говоря, с этого стресса? Да, я просто... Знаете ли вы про собачий кайф? Знаете ли вы про вот эту историю, которую дети как наркотики, как наркотическое состояние, да? У Васи такого не было, это я уверена. У него никогда никаких следов не было. Дети про это не знали, я уверена, что. Нет, не знал, да. Дети просто это родители про это ничего не знают, а дети как раз про это знают все, почти все, и в особенности в сельских школах это супер развлечение, то есть это страшная вещь, в которой дети развлекаются. Я заметила, я заметила, что без следов осталось, что у него никогда не было, понимаете? Собачий кейф это когда придушивают, асфиксируют. Но я от него ничего такого не слышала и не видела. Я никогда не помечала, что он что-то такое себе делал, понимаете? Так может, они как раз и попробовали вместе с друзьями эту всю историю? А туда, может... Мне кажется, если бы они попробовали, то не в дворе колохаты, а где-то бы заховались. А вот дети, они как раз в дворе колохаты, понимаете? То есть непонятная история с кольцом, которая с Васей исчезла. С руки Васи исчезли, оказалось, вроде как, на руке его одноклассника-соседа. И непонятно, а что за веревка, на которой Вася повесился? Это пасок у него с детства. Так. Ему дедусь такие маленькие каточки зробил, и тот пасок прицепил. И он все время с той пасок, или Женю катал, или на тачечке привязывал, он постоянно с той пасок с ним был. Он привязывал его тоже на дерево, и привязывал старую шину, от велосипеда ложил дощечку, и его и дали тоже на эти веревочки. Это как игрушка у него была. Так. Так, это его как игрушка. Он кроме себя как игрушка была. Ну, что как игрушка? Может, просто как приспособление для игры. Ну да, ну, он же дедовый наезд. Можно я так прошу? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот этот вот ремень, о котором Вы сейчас говорите, он все время находился на этом дереве? Или он снимался и вешался? Я же говорю, он то маленького на тачечке за ним тягал, то по городу, например, грабли привязывал, тягал. Понимаете? То есть на дереве этого все время не находилось? Нет, нет. Понимаете, вот если обратить внимание на то, о чем шла речь выше, да, по поводу собачьего кайфа, ну, я далека от мысли, вот по контексту, да, но, понимаете, у Васи, да, и как у многих других детей, которые воспитываются в женских семьях, у мальчиков, в женских семьях, не формируется вот то, что ярко представлено у Петра, да, то есть вопрос не в агрессивности, нет, вопрос в способности защитить себя. Я глубоко сожалею о том, что произошло с вашим сыном, но я хочу просто, чтобы мамы мальчиков, которые ни с кем не ссорятся, ни с кем не дерутся, хорошие, позитивные, да, то есть по сути они не способны к тому, чтобы постоять за себя. И если в маленьком возрасте мама их защищает, то они должны к возрасту 10, 11, 12 научаться защищать себя самостоятельно. Так надо доставлять мальчиков драться? Нет, девочек, мальчику, да. Даже мама, мальчику, вот в ситуации с английским языком, да, должна была бы по сути сказать, сынок, так бывает, это не критично. Так я ему сказала, что не критично, что не берется до сердца. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли, что мы говорим не только о вашем сыне, но и о многих других сыновьях, и мы очень хотим, чтобы с ними такого не случилось. Потому что здесь вопрос, драться или не драться, на самом деле, если тебе бьют в морду, если бьют в морду, то иногда надо дать в морду. Возможно, это действительно правда. Об этом говорит Украина, об этом мы сегодня говорили, и мы здесь, на канале Украина. Спасибо, что вы с нами. Спасибо огромное.